Затарится Здравствуйте, дорогие друзья! У меня для вас сегодня приготовлена одна старинная история. И глядя на такие истории, не перестаешь удивляться одной вещи. Меняются эпохи, интерьеры, одежды, звания. Меняется язык. Одним словом, меняется всё. А люди остаются такими же. Да и истории, которые с ними происходят, остаются, в общем-то, очень узнаваемыми. Впрочем, давайте лучше сначала посмотрим историю, а потом уж о ней поговорим. Согласны? Тогда, внимание, история начинается. Итак, была у одного отставного генерала дочь. А на службе у него состоял секретарём Фёдор. И вот однажды... Так как же этого коня звали-то, а? Всё затёрто. Аргонавт. Аргонавт. Мой конь аргонавт. Ага. Конкурент. Ну, ничего, ничего, пиши. Всё равно у тебя ничего не получится. Я буду секретарём у папеньки. Соловей мой, соловей. Ну, Афера Андреевна. Ой, прости, пожалуйста, я тебя не заметила. Пишешь? Да, его превосходительство просил до обеда переписать вот эти листки. Успеешь? Я надеюсь, уже немного осталось. Ну, садись, садись, пиши. Благодарствую. А я тебе не помешаю? Нет, нисколечко. Нет. Нет. Соловей мой, соловей мой. Ой. Ой, прости, пожалуйста. Ничего. Ничего. А можно я посмотрю, что это у тебя? О, я знаю эту историю. У папеньки был конь. Аргонавт. Точно. Точно. Какая же всё-таки удивительная жизнь у папеньки. Такая интересная. Такая героическая. Да. Да. Глафера Андреевна, вы позволите? А, да-да-да, конечно. Возьми. А почерк у тебя всё-таки неплохой. Его превосходительство должно скоро вернуться. Да-да-да, уж совсем скоро. А ты не против, я его здесь подожду? Да, но... Что? Ничего. Позволите, я... Ну ладно, ладно, пиши. Не буду тебе мешать. Благодарствую. Соловьи мой, соловьи... Аргонавт мой. Аргонавт. Какой аргонавт? Аргонавт, аргонавт. Конь аргонавт понёс. Кручат. Ваше превосходительство! Ваше превосходительство! Нет его ещё. А ты кто такой? Секретарь. Секретарь? О, как важная птица! Так это хорошо, а то у нас сегодня на псарне такой переполох. За щенками приехали сегодня. За щенками? Ну да, тальмы и лабая. Папаша у них лабая. А я тут при чём? Так, а мне что делать, отдавать их или нет? Ну, я не знаю. Так люди приехали от купца Серёгина, от Ермоловых и ещё помещик какой-то. Я понимаю, но я не решаю. Так отдавать щенков или нет? Да я ж не знаю, ну, я ж говорю... Так люди же ждут! Я сочувствую. Ну, человека, да что ж делать-то? Ты дядь Митяй по поводу щенков? Да, Глафира Андреевна. Его превосходительство вроде собирались их отдавать. Ну, так отдавай. Понял. Понял? Щенки-то знатные, папаша лабай! Вы позволите? Пожалуйста, пожалуйста. Фёдор, а хочешь, я прочту тебе кусочек из этой книги? Я был бы очень счастлив. Ну, мы говорим. Тогда слушай. Как ты посмел, а? Кто дал тебе право щенков раздавать? Я спрашиваю, как посмел в своевольничать? Ваше превосходительство! Что? Так мне же распорядились! Кто распорядился? Тамару! Папенька, ну вы же сами хотели этих щенков раздавать! Так я хотел губернатора! Я же ему обещал! Ах, он меня при встрече все спрашивает, как там мы щенки, что они? Как бы я ему в глаза-то смотрел! После этого! Кто, спрашиваю, распорядился? Может, вы знаете? Ну, это распорядились! Что? Я! Ваше превосходительство! Ты что здесь толчешься? Именно ваше превосходительство! С глаз долой! Слушаюсь! Что-то ты, братец, слишком многое себя возомнил. Тебе кто дал такое право? Простите! Видно, должность секретаря сильно тебя испортила. Придется мне на эту должность другого подыскать. Извиняй! Конечно, ваше превосходительство. Нет, папенька, подождите, Федор очень хорошо выполняет свою работу. Что это ты вдруг решила заступаться-то? Только чаяла как бы избавиться от него? Да, но не так. Как не так? Ваше превосходительство, здесь все, что вы велели сделать. Оставь и иди. Нет, Федор, стой! Что? Папенька, дело в том, что мы... Это я распорядилась насчет щенков. Ты или? Я. Федор, стой! Понимаете, папенька, я ненароком. Я же не знала. А Федор вот все вину на себя взял. А вы такой разгневанные были, на вас даже страшно смотреть было. Да ладно уж. Федор, должность остается за тобой. Такой поступок, он дорогого стоит. Спасибо, ваше превосходительство. А ты, Глафира Андреевна, почему же сразу-то не призналась? Испугалась. дочь генерала? Трусиха! Простите, папенька, простите меня, пожалуйста. Простите, простите, Глафира. Ну уж ладно. Повинну эту голову. И меч не сечет. Спасибо, папенька. А, кстати, у меня в полку был подобный случай. Ой, папенька, расскажите, пожалуйста. Федор, ты запиши, а то я тебя потом... Конечно. ...забуду. А, память-то не та уже, не та. Да, так вот, что было. Стояли мы под Витебском, в балкон стояли. И тут противник решил обходный маневр сделать, понимаешь? Мы-то в нюк, в низинке стояли, а они подвергуты. За Косогором и... Слава! Вот такая история, дорогие мои. О чем она? Да о том, что добрый поступок порождает доброту. Да и сама по себе доброта – это такая сила, которая способна изменять людей, изменять их отношения друг к другу, а значит, и изменять весь мир. Вот так. До новых встреч, друзья. Храни вас всех, Господь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова